Всем привет! Сегодня, думаю, будет для многих очень интересное видео, ведь мы прямо сейчас будем говорить о самых лицемерных и двуличных звездах Голливуда. Нет, ну в самом деле, как-то так принято, что если ты знаменитость, особенно сейчас, когда всех отменяют направо и налево, то должен или должна быть вот прям образцом добродетели, ну такой матерью Тереза или добрым самаритянином во плоти. И в целом, по сути, вся голливудская индустрия вполне неплохо научилась играть в данные игры, но, конечно, время от времени у них происходят осечки, когда наружу выплывает такая дичь, которую и объяснять-то порой сложно. Что же, именно о таких вот лицемерных звездах и их залетах мы сегодня и поговорим. Будут там у нас и борцы за права женщин, и борцы за права трансгендеров, и борцы за экологию, и любители пособирать денежек, будучи миллионерами, и просто борцы за все хорошее против всего плохого. В общем, усаживайтесь поудобнее и смотрите до конца. Ну а начать мне хочется с ситуации, которая возникла вокруг актрисы Алисы Милана. Думаю, часть из вас знакома с этой историей, кто-то нет, а еще меньше людей знают, чем в итоге все завершилось. Так что, думаю, интересно будет всем. Так вот, в феврале этого года случилось следующее. Звезда зачарованных Алиса Милана, актриса, чей звездный час в целом уже давно позади, но, тем не менее, она все еще остается в списке голливудских богачей, ведь у Милана не было и нет по сей день дефицита в рекламных контрактах, которые, как известно, хорошо оплачиваются. К тому же, у нее весьма влиятельный и богатый супруг, он сейчас является одним из самых солидных голливудских агентов. Ну, короче, это семейство не то, что бедствует. И вот, в феврале этого года актриса разместила пост на площадке для сбора пожертвований с просьбой «Задонатит на поездку ее сына и его бейсбольной команды из элитной школы на какой-то там матч». «Бейсбольная команда моего сына собирает деньги на поездку в Куперстаун, любая сумма будет очень полезна», написала актриса. То есть, звезда зачарованных, которая считается миллионером, сама организовала онлайн-сбор средств, а затем поделилась данной просьбой еще и со своими более чем тремя миллионами подписчиков в Твиттере. В ответ на это даже поклонники актрисы широко высмеяли данный пост, завалив ее ответными мемами, в том числе и теми, в которых говорилось, что она идентифицирует себя как бедная, когда приходится платить по счетам. Получив негативную реакцию, Милана принялась защищаться, рассказывая подписчикам, что она сама платила за форму всей команды, для тренеров и так далее, но было уже поздно. И понятно, что никого такими аргументами было уже не убедить. Поэтому все, что осталось Милана, это сетовать на онлайн-компанию против нее. Но самое интересное, чем завершилась данная история. А закончилась она тем, что Алиса Милана, которая только что собирала по баксу для своего сынишки и его друзей из элитной школы, взяла, да и в своей многомиллионной инсте и Твиттере поделилась фоткой, как она с тем же отпрыском счастливо позирует на суперкубке, причем далеко не на худших местах, стоимость которых минимум пару тысяч баксов, а может и по десятке. Понятно, что шквал негодования и обвинений в лицемерии после такого поднялся еще больше, а мнение о данной знаменитости резко поменялось очень у многих. Хотя, кстати, недавно ей под стать сыграла и другая звезда Голливуда Кейт Бланшетт. В целом, к данной актрисе лично у меня довольно-таки нейтральные отношения, без какого-то негатива. Тем не менее, отожгла она нехило, ведь будучи в Каннахе, представляя свой новый фильм, Бланшетт решила разоткровенничаться и толкнуть пару правильных речей. Так актриса подняла тему беженцев, и стала рассказывать о своем взаимодействии с кинорежиссерами-беженцами, и восторгалась тем, как изменилась ее жизнь после этих встреч. Далее она решила поднять извечную расовую теорию и, так скажем, умаслить тех, кто везде видит заговор. Кейт Бланшетт начала напирать на цвет своей кожи, сказав, мол, она понимает, что из-за того, что она белая, у нее есть все белые привилегии. Вроде как бальзам на душу любителям современной новой этики, но дальше бум, произошло неожиданное. Цитирую. «Я белая, я привилегированная, я принадлежу к среднему классу, и я думаю, что можно обвинить человека в некотором комплексе белого спасителя», заявила актриса со сцены. Тут-то вся магия ее типа покаяния и развеялась, ведь состояние Кейт Бланшетт на минуточку оценивается в 95 миллионов долларов. И после того, как дама с капиталом под сотку назвала себя средним классом, даже те, кто перед тем упивались ее псевдопризнаниями, тут же встали на дыбы. Несмотря на дальнейшие рассказы о проблемах беженцев и прочем, люди как будто просто перестали что-либо слышать и зацепились именно за фразу о среднем классе, которая, конечно, триггернула практически всех. В общем, ладно, после темы финансовой у нас идет несколько борцов по теме притеснения, воин полов и так далее. Понятно, что тут просто невозможно не вспомнить, например, Эмберхёрд, которая, начиная с 2018 года, строила из себя Агнца Божьего, невинную овечку, всю из себя добродетельную, почти что разрушила карьеру и жизнь своему бывшему мужу Джонни Деппу, который, по сути, и вытащил ее, пусть ненадолго, но все-таки в эй-список звезд Голливуда. При этом, что оказалось на самом деле? Ну, помимо того, что большая часть всего, что говорила Хёрд, это тупая ложь. Помимо прочего, выяснилось, что данная «святая» в кавычках, конечно, сама отжигала по полной. Бухала, баловалась чем только можно и нельзя из всяких препаратиков, нападала на Джонни, подстраивала инсценировки, чтобы его подставить, а еще вела после всего этого лекции для женщин, у которых большие семейные проблемы. Но встречи эти были вовсе не бесплатные, что вы, наша праведница брала под 30 тысяч баксов за свое часовое или полуторачасовое выступление. Вот такая вот дутая добродетель. Причем отметился в данном контексте и ее дружок, дружок Эмбер Джеймс Франко, с которым ей приписывали роман еще в то время, как она была замужем за Джей Ди. Но суть даже не в этом, а в том, что Франко, если послушать его публичные выступления, оказался горячим сторонником Эмбер, поборником женского движения Мету, в честь которого он толкал праведные речи на всяких красных дорожках, осуждал Джонни Деппа, как мог и так далее. Все бы ничего, да вот только за самим Джеймсом Франко числится, как выяснилось, такой список подвигов, в кавычках, за которые его в том числе пытались привлечь и к уголовной ответственности, что кому будешь тут заплетать про благочестивость и права женщин, но только не ему. Сюда же можно добавить и еще одну перегоревшую звезду Парис Хилтон, которая после угарной молодости тоже решила строить для себя имидж добродетельной Матроны. Так, например, на последней церемонии вручения Золотого Глобуса она носила черное в поддержку женского движения Times Up, однако ранее она же называла женщин, обвиняющих, скажем, президента Дональда Трампа в домогательствах оппортунистками, лгуньями и так далее. Опять-таки, очень-очень показательно. Теперь же от защитников и защитниц прав женщин давайте перейдем к защитникам прав транссообщества и ЛГБТ. Тут, конечно, самыми яркими представителями будут экранные детишки Джоан Роулинг, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые, как мы уже много раз говорили, поспешили еще в 2020 году наброситься на свою маму Джоан, как они ее когда-то называли, якобы из-за того, что они ну вот прям всеми фибрами души поддерживают транслюдей и борются за их права. А на самом деле, вероятно, потому что взрослым уже актерам, и особенно Дэниел Рэдклиффу, уж очень захотелось повесить на себя корону добродетеля и борца за все хорошее против всего плохого. Что из этого получилось? А получилось из этого многолетняя травля Джоан Роулинг, которая чуть не привела к краху ее карьеры и всего, что создавала писательница. И, кстати говоря, не закончилась еще и по сей день, тогда как Рэдклифф, единственные из троицы, до сегодня продолжает время от времени в медийном поле, так скажем, кусать Джоан, не забывая при этом попиарить себя лично и свою страшную приверженность ЛГБТ и транссообществу, которая, кроме как на словах, особо более нигде не видна. Если же говорить о дутых и лицемерных типа феминистках, то можно смело сейчас вспомнить о той же Эмми Уотсон и, скажем, Кристен Стюарт. Обе молодые актрисы уже последних лет 10 своей основной деятельностью выбрали не столько актерства, поскольку активизм, в основном, все-таки качая феминистичную тематику, как свой главный козырь. Но прикол состоит в том, что, опять-таки, когда журналисты покопали чуть глубже, то оказалось, что ни Эмма, ни Кристен из своих многомиллионных гонораров не спешат жертвовать на всяческие женские организации, фонды и прочее. То есть их борьба заканчивается примерно в том же месте, где начинаются деньги. И это, конечно, тоже очень забавно. Ну и, наконец, звезды борцы за экологию и против изменения климата. Тут тоже курьезов хватает и, наверное, самые яркие происходят вокруг Тайлор Свифт и монаршей Читы Принца Гарри и Меган Маркл. Что касается Тайлор, то она неоднократно декларировала свою борьбу за экологию. При этом данная актриса и певица такая яростная фанатка частных самолетов, что ее, например, в прошлом году назвали в США одной из самых больших загрязнителей окружающей среды. Но если говорить именно о людях, а не о всяких заводах или комбинатах. Тут речь шла именно о тех выбросах, которые продуцируют Private Jet и которыми активно пользуется Свифт. А летать она любит, например, из Австралии в Штаты на игру своего бойфренда и вечером назад, ну и так далее. Причем понятно, что у барышни есть деньги, есть желание, почему бы и нет, ей никто не может запретить. Просто тогда лучше уже не рядить на себя личину прям невероятного борца за экологию. То же самое можно сказать и про принца Гарри с его супругой, актрисой второго или даже третьего сорта Меган Маркл. Которые тоже прям страшные борцы за экологию, против изменения климата и страшные любители частных самолетов. Что простебали в свое время даже авторы Южного парка. И летают эти двое тоже, конечно, по очень важным делам. Например, скажем, на Private Jet и на концерт той же Тейлор Свифт. Короче, искренности не двуличность, так и прет, правда? Ладно, хватит, пожалуй, на сегодня. Если хотите продолжение данной темы, вы знаете, что делать. Пишите об этом в комментариях и активно ставьте пальцы вверх. Когда лайков будет 10 тысяч, мы выпустим вторую часть. А пока спасибо всем, кто был с нами. Скоро увидимся.